Всем привет, с вами Ян Матвеев. Сегодня расскажу о подробностях обмена российских политзаключенных на российских же преступников и шпионов. Тем временем Мизулина подает суп на Лебедева, а в Турции заблокировали Инстаграм. Вчера поздно вечером самолет с российскими политическими заключенными прибыл в аэропорт Кёльна. Встречать освобожденных заложников Путина собрались около 100 человек, но лично увидеться с бывшими заключенными им не удалось. Освобожденных отвезли в больницу на карантин, который продлится несколько суток. Там их обследуют немецкие врачи. Сами понимаете, эта мера предосторожности очень важна. Сами освобожденные на здоровье не жалуются и говорят, что чувствуют себя хорошо. Наши коллеги смогли сделать несколько снимков из аэропорта. Во Внуково самолет с убийцей, неудачными шпионами, хакерами и мошенниками встречал почетный караул во главе с главным убийцей. Владимир Путин лично подошел к трапу самолета и подружески обнял Вадима Красикова. По мнению издания Wall Street Journal, Красиков был личным телохранителем Путина во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Так завершился крупнейший обмен заключенными со времен Холодной войны. Как и тогда, политических заключенных обменяли на шпионов. Белый дом подтвердил, что произошедший обмен должен был включать Алексея Навального, который был убит в колонии в феврале этого года. Вице-президент США Камала Харрис позвонила Юлии Навальной. Они обсудили обмен. Камала Харрис выразила свою поддержку, отметив вклад Алексея и Юлии в борьбу за демократическую Россию. Юлия поблагодарила ее за помощь США в организации обмена и призвала мировое сообщество способствовать освобождению и других российских политзаключенных. Тем временем Екатерина Мизулина посмотрела новый выпуск Дудя с Артемием Лебедевым и нашла повод для суда. Лебедев назвал Лигу безопасного интернета хуй на палке. Ну, сложно поспорить. Мизулина очень обиделась, теперь подаст в суд на Артемия и Дудя за то, что они распространяют сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию самой Мизулиной и организации. Суду, вероятно, придется рассмотреть правдивость наличия палки. Российские войска продолжают наступление на Покровском направлении. Было захвачено село Веселое, есть продвижение в сторону Ивановки и небольшого села Лисичное. Аналитики отмечают российское продвижение вдоль реки Казенный Торец и захват села Тимофеевка. Тем временем в Севастополе, по заявлению местных властей, нашли обломок ракеты Атакамс, фугасную боевую часть, упавшую на крышу дома. Правда, на фото, которое опубликовали пропагандисты, суббоеприпас кассетной боевой части, а не фугасной. Сегодня ночью была атакована очередная батарея ПВО в Крыму, как раз в районе Севастополя. На это указывают пожары, зафиксированные со спутника. В результате прошедшего обмена в Соединенные Штаты вернулись журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, бывший морской пехотинец Пол Уиллан, а также Владимир Карамурза. Их встречали Джоку, Байден и Камала Харрис. После официальной встречи Эван Гершкович побежал и обнял свою маму. В Германию по обмену вернулись пять граждан. Среди них был Рико Кригер, которого месяц назад приговорили к смертной казни в Беларуси за совершение теракта. За два дня до его обмена его помиловал Лукашенко. А в Турции заблокировали Инстаграм. Газета Бергюн пишет, что это может быть связано с блокировкой Инстаграмом соболезнований в связи с убийством одного из лидеров Хамаса Исмаила Хани. Глава администрации президента Турции вчера назвал действия Инстаграма цензурой. Но мы-то знаем, что все просто слишком устали от мемов с турецким стрелком на Олимпийских играх в Париже. Тем временем Гугл ответил на вопрос о проблемах с Ютубом в России. Это не результат технических проблем или действий с нашей стороны, заявили представители компании. В целом всем уже очевидно, что Ютуб замедляют и ломают именно российские власти. Речь идет о сознательной и спланированной блокировке. Но если вы смотрите это видео из России, значит пока у них ничего не вышло. Сегодня 8 августа и 891 день войны. С вами был Ян Матвеев, спасибо, что смотрели. Обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на наш патреон. Финансовая поддержка крайне важна для нас. Спасибо всем тем, кто уже подписался и поддерживает. Увидимся завтра в передаче «Военное положение».